Дорогие мои персики, котятки, привет. Надеюсь, все у вас хорошо. Я хочу сказать о коронавирусе и о том, что нужно позаботиться о своем здоровье максимально. Не нужно вестись на всю эту ферню, которую пишут едоблогеры, странные журналисты, которые даже не журналисты. Вообще, эти люди, которые очень опосредованно имеют доступ к СМИ, блогерству, которые не знают, как на самом деле обстоят дела, что нужно делать и что говорить, которые похуистично относятся к своему здоровью и призывают также относиться другим людям к своему здоровью. Они пишут о том, что 650 тысяч умерших в год от гриппа в России. Ну и что? А у нас только 100 человек будто бы умерла или заболела там что-то в России. Я сейчас буду говорить про Россию, потому что я читаю тех, кто сейчас пишет из России и ужасаюсь. Весь остальной мир уже как минимум три месяца болеет, борется с этим вирусом, призывает людей принимать меры, все прочее, следить за своей температурой, за здоровьем, ограничить контакты с людьми, все прочее. До России только сейчас, в марте, доходит, что нужно что-то делать. И как таковой официальной информации едва ли, то есть ее нету там, не знаю, короче. Если кого-то там спросить, а что, у вас можно сдать тесты? Нет, нельзя. То есть в России, если вы еще не слышали, тесты сдать нельзя. Только сейчас какие-то я слышала, что-то там посмотрела специальные новости по YouTube, там, то что, ну, сводки какие-то туда поставляют. Короче, что только сейчас, вроде бы, какие-то там для России будут введены меры, чтобы люди могли сдать, подтвердить или опровергнуть факт наличия коронавируса в своем организме. Все эти три месяца не было никаких не тестов. Человек, который заболел пневмонией, острым бронхитом, какая-то острая форма ОРВИ, лоринфекции, он не знает даже, что у него коронавирус, не коронавирус, вы пойми, че. Все эти странные недоблогеры пишут людям и вводят их в заблуждение, чтобы они летали по миру, ничего не боялись, контактировали, ходили так же, продолжали так же жить, все делать без масок абсолютно. Пишут про то, что маски не спасают, то, сё. Вы покупаете нормальные маски для начала, специальные маски, некоторые там по пять копеек, хотя сейчас уже их даже нету, я знаю, что в некоторых аптеках в России я слышала, что их уже даже нету. В принципе, с кем я общаюсь оттуда, я знаю, что проблема даже купить маски, в общем, проблема. То есть сейчас, ну, уже ажиотаж такой, что масок нету. Я знаю, что в Европе не продаются маски, и, ну, то есть, слава богу, если люди, которые заботятся на своем здоровье, у них есть маски и дома, и даже на случай, когда нету никакого вируса. То есть, в принципе, в аптечке должны быть самые важные медикаменты на случай чего угодно. У нас так мир очень интересно устроен, что кому-то выгодно, ну, мы знаем, кому выгодно устраивать всякие там эпидемии, вирусы, войны и все прочее. И пойдемте без всяких уточнений на этот счет. Но вы должны обезопасить себя от коронавируса. На данный момент нету никакой вакцины. Вы можете очень жесткими антибиотиками постараться вылечить себя. Если ваши печени, почки это вынесут в ваш организм в целом, тогда вы выздоровеете. Именно поэтому сейчас говорят, что, ну, не сейчас, уже давно говорят, что именно пожилые и старые люди, они умирают, потому что они не выдерживают этой нагрузки, если их даже начинают лечить. Вот. Перенести эту болезнь могут молодые. И самая проблема в том, что от гриппа вакцина существует, и уже давно и вакцинировано там население в России и в других странах, да. Но от коронавируса нету вакцины, и так что не нужно понтоваться и форсить. Ой, меня это не коснется. Воздушно-капельным путем передается вирус, и он поселяется в организме, и он не сразу дает о себе знать. Сначала у у тебя поднимается температура, потом тебе кажется, что у тебя бронхит, орви, что угодно, а потом у тебя просто начинает жрать изнутри эта болезнь, и это существует. Так же, как для некоторых людей не существуют яхты и ламборгини, а также для некоторых людей не существует спида, рака, венерических заболеваний. Они ебутся без гондона, с каким-то странными людьми, там незнакомые, меняют половых партнеров и не предохраняются, там, короче, занимаются оральными ласками без перезерватива, с кем попало, и говорят, что я не заболею, или по внешнему виду они могут определить здоровье какого-то человека. И вот от таких адекватных людей вы слушаете в основном мнение, которое не заботится о своем здоровье, которое не ходит ни к стоматологу, ни к урологу, ни к гинекологу, и вы их слушаете о том, что они говорят, ой, да не носите маски, тут всем похер на то, что коронавирус, а мы пляшем. Да вы пляшете, блин, потому что без мозгов вообще люди у нас, не знаю, особенно у нас очень продвинутые в кавычках люди живут в России, которые будут советовать, не носите маски, живите как обычно, не надо никакой карантин, страны закрыты, города и страны закрыты для въезда, в арабских странах целые города закрыты, чтобы люди даже не могут попасть на работу, на нефтяные скважины, потому что какие-то города закрыты и дороги закрыты, только врачи могут перемещаться между этими пунктами, например. А вы говорите о том, что нахуй какой-то коронавирус, я не буду ничего принимать, ни маски носить, ничего. Так ты хотя бы других людей обезопаси от своих вирусов, хрен пойми, чем ты болеешь, надень маску и будь нормальным человеком. А не вот это вот, когда я знаю, что как обычно ведут себя там в России, в той же самой медицинские работники, сейчас я знаю, что не носят маски в больницах и скорая помощь, там приезжают без масок, все прочее, они вот так вот рукой машут, ой, какой коронавирус, я знаю, это не понаслышке, от достоверных источников и... То есть о чем вообще речь? Люди, включите адекватность. Коронавирус существует, это не какой-то там, не знаю, мифический персонаж, это не какой-то диагноз зазвизившейся принцессы, это вирус, который существует. Кем он запущен, зачем он сделал, это другой вопрос. И это не менее интересно, но более важно сейчас максимально ограничить себя от контакта с внешним миром и действительно сидеть себе, работать онлайн, работать дома, своими там делами заниматься по максимуму. Но те, кто не могут это сделать, естественно, одевайте маски, мойте руки. И маски не за пять копеек, опять же, я говорю вам, а вот такие действительно специальные маски, они как и респираторы сделаны, если вы постоянно находитесь в контакте с людьми. Не нужно вестись на все эти псевдо-доводы. Ой, все нормально, у нас нет заболевших, у нас нет таких-сяких. Да у нас даже, не у нас, а в России даже нету тестов, чтобы проверить свое здоровье. О чем вы говорите, как вы можете говорить, есть коронавирус там или нет. Просто всех тех, кто из-за границы приезжает в Россию или возвращается в Россию, они попадают сразу в карантин. В карантин, потому что они прилетели из Италии, из КНР, из других стран, где-то там попутешествовали по Азии и потом прибыли. США первые закрылись от всех, кто посетил КНР. Потом Израиль. Сейчас в арабских странах тоже все, многое, что закрыто. Спортсмены в Абудаби не приехали там, их закрыли на карантин и отправили обратно в Россию. А вы считаете, что это как бы типа норм. Так что включите адекватность, не поддавайтесь тем людям, которые говорят, ой, да похер, лучше перебздить, как по-русски говорят, чем не допздить. Это на вашем жаргоне, если говорить. Такие дела. То, что это экономически выгодно для определенных людей, это ясно, как белый день. Но не стоит забывать тот факт, что это не фейк, это не выдуманные болезни. Это то, что существует, это то, от чего нужно себя обезопасить и не нужно искушать судьбу. Потому что если вирус уходит в ваш организм, так же, как любая болезнь, генерическая либо болезнь, либо любой другой вирус, ОРВИ и все прочее, все болезни, это передающиеся вирусы. Вы заразились от кого-то. Это не с неба берется, не от святого духа. Это конкретно вирусы, которые передаются от других людей, которые мутируют в вашем организме, которые в определенном организме могут задержаться, в другом организме могут пройти как-то с другой силой. То есть организм может вырубить антитела, атоматопин, и все это все другое. Дело в том, что, например, около Японии была разорвана атомная бомба, это типа ОК, а то, что... Ну, то есть никто же не говорил в то время, что типа, а, фейк, фейк, или чернобыльская, там, трагедия. Ой, фейк, фейк, ничего этого нет, радиации нет. Вы же так не говорили. Ну, сейчас вообще другое поколение так-то растет, но вообще мозги-то включать нужно адекватности. Я, конечно, понимаю, не все даже школу закончили, а что говорите, и у нас тут... И у нас тут вообще в Инстаграме разные люди есть, а вы их всех слушаете, там, или не слушаете, я не знаю, и они говорят вам, что... Ну, это похороны и все прочее. Ну, просто включите свою адекватность, и у вас должно быть свое критическое восприятие этого мира. Ну, понятно, что и экономически выгоден, и вирус, и война, и вообще все это. Это аж наркомания больше, я не скажу. Но это не значит, что нужно себя запустить и не обезопасить от всего этого. И про то, что запасаться продуктами. Конечно же, запасайтесь продуктами, медикаментами, и, в общем, вообще я считаю, что для любого нормального человека, у которого есть мозги и также есть семья, то есть у него должны быть постоянно продукты дома, которые про запас, медикаменты, которые про запас на случай всех болезней. Это нормальная ситуация, когда человек так себя ведет. Также посмотрите на тех людей, которые вам советуют, это ничего не предпринимать, даже маски носить, руками мыть. Как они мылись там, не знаю, один раз в день, у некоторых людей также они будут продолжать так же жить. Вы посмотрите вообще на население Земли, как большинство людей живет, и как они реагируют на что-то. И, например, когда рухнули все биржи, абсолютно все, касаемо вообще всего, нефти, валюты, криптовалюты, чего угодно. Как отреагировали другие? Ой, например, в России как отреагировали? Ой, что нужно? Может быть, в доллары надо было менять деньги? Или в евро? А может быть, надо хранить деньги не только в валюте? Ну, серьезно, посмотрите, как люди себя ведут и кого вы слушаете вообще. То есть 80% людей в России не выезжали никогда в заграницу и не имели никогда загран паспорта. Это официальная статистика. И чего вы хотите вообще, когда вы смотрите вот такие новости? О, мой год. Короче, всем я советую отключить критическое мышление, адекватность и информацию рассматривать с точки зрения самосохранения и всегда следить за своим здоровьем. Еще, котятки, хотела бы вам сказать, что почему-то только в России обычно столько неверующих, говорящих про заговоры всяческие там и все прочее, и они не хотят верить в обычные вещи. За границей, слава богу, такого нету, за границей очень много заболевших и тех, кто лежат в больнице. И это реальная пневмония, которая лечит сильнейшими антибиотиками и пневмония, которую еще на каждом этапе можно спасти, и поэтому умирают люди. И то, что в самых разных странах есть заболевшие, об этом знаю и я, потому что я общаюсь с очень большим количеством людей, которые живут в самых разных странах, и они мне все говорят о ситуации, которые происходят в соседних странах. Я сама в курсе о своей ситуации, поэтому страшно просто слышать новости из России и от каких-то там близких людей, которые считают, что нету никакого вируса, они не ходят ни в масках, не надевают перчатки, они продолжают ходить на работу, контактировать с огромным количеством людей, как приезжают к ним медики, если кто-то там заболел, и медики без перчаток, без масок, вообще даже не наизумение о том, что у них какой-то вирус и все прочее, они просто машут рукой и считают, что это какая-то хрень, что они как во сне, то есть вообще люди живут как во сне, если вы не заметили до сих пор, я это вижу вообще очень отчетливо и четко, потому что я совершенно в другом уровне осознанности живу, и я вижу, как люди живут как какие-то зомби, не знаю, они не проснувшиеся в реальности, они не осознают эту жизнь, но так как нужно ее осознавать. Поэтому, если вы не заботьтесь о себе, позаботьтесь хотя бы о своих близких, если не хотите носить маски для себя, носите их для других, чтобы не заражать других, носите перчатки, чтобы не заразить других, потому что вы придете домой и заразите других, и это ужасно. Когда такая эпидемия по всему миру, по всей планете, я думаю, нужно включить мозг и понять, что нужно делать все возможное, чтобы эпидемия не разрослась еще больше. Потому что, действительно, когда больницы будут переполнены, а в России они уже сейчас, в некоторых регионах, переполнены, и когда потребуется, действительно, искусственная вентиляция легких, те самые аппараты ИВЛ, о которых сейчас все говорят, и их не будет хватать всем заболевшим, и вы будете болеть, тогда вы вспомните, но поздно будет при смерти помнить о том, что надо было себя обезопасить со своим близким. Это наверняка очень такой мощный пинок для многих людей, в том плане, что нужно переходить на другой уровень жизни и на другой уровень сознания, и, в принципе, мировое сообщество и всех нас людей ждут большие перемены, как в экономике, так и в жизни, и в финансовой системе, и валюта подвергнется очень большим изменениям. Просто нужно смотреть гораздо дальше, глубже, и в перспективу того, к чему все это ведет, и к чему нас ведут. и кто ведет. И хочешь ли ты быть ведомым, или ты хочешь вести, ведешь ли ты сейчас. Все эти вопросы, которые возникнут в голове, они либо приведут к головолапу некоторых, а если кого-то не приведут, те так и останутся в жопу, как и пыль, вот и все. Поэтому такие катаклизмы, они перелистывают книгу истории, какие-то войны, какие-то аварии, как аварии на Чернобыле, на электростанциях, на атомных электростанциях, как трагедия в Японии, когда сбросили в Японию, специально бомбы и все прочее. То есть такие вещи не нужно пропускать мимо ушей и думать, что ты самая лунная, и ничего этого нету. Если вы посмотрите на историю, в принципе, как развивается мир и какой маленький процент людей сначала подхватывают информацию и пытаются донести ее людям. Так происходит совсем вообще с новостями, с религией, с каким-то топом, трендом, модой. Сначала воспринимается ой, пиздец, ой, этого нет, что за хуйня? И просто так живет большинство людей на планете Земля. Просто поймите, что чем более развитый у вас мозг, тем вы больше понимаете. Те люди, у которых мозг не развит, не развитые нейронные связи, вообще как бы нету информации, которая зацепилась за другую информацию и создавала какую-то сферу для размышлений, когда люди, в принципе, не умеют думать, ну что с ним взять. Естественно, они будут говорить, что все придумано, агенты запада, ой, это все фейк, постановка запада, еще какая-то хуйня. все те, кто люди живут за границей, те, кто путешествует много, мы все вам говорим там и здесь пиздец. Почему у вас там в России до сих пор все вот так вот, ну это немножко страшно. У меня много, например, друзей, которые вообще никак не связаны со СМИ, не связаны с серьезной работой и от них я получаю информацию. У меня много друзей, которые там никак не заинтересованы в том, чтобы распространять фейковую информацию про то, что там в их странах такая ситуация и от них я узнаю там такие подробности в голову. Поэтому вообще особенно страшно, что интубационный период составляет две недели и ты не знаешь, когда ты заразишься и когда ты заразишься уже будет поздно. Поэтому пожалуйста максимально ограничите свои общения на данный период жизни с людьми. Не контактируйте с ними и призовите всех носить маски мыть руки одевать перчатки дезинфицировать руки водкой антисептиками с салфетками с антисептиком хлоргексидином всеми спиртовыми настойками которые у вас есть не думайте что это просто так все не просто так отчего это произошло это совершенно другой вопрос позаботиться сейчас о здоровье себя своих близких и людей в принципе потому что высокое социальное внимание оно сейчас необходимо всем потому что иначе если нет высокой социальной ответственности то общество не выжить потому что проебы каких-то людей окажутся летальным исходом для других людей я не хочу чтобы так было и надеюсь таких как я много поэтому передавайте эту информацию своим друзьям чтобы они не думали что это фейк эта информация реально реально и больницы уже заполнены людьми которых пневмония бронхит и я сама все это время болею очень тяжело атитом бронхитом и я переболела пневмонией и уже прошло два с половиной месяца уже скоро будет три месяца так я болею и мне до сих пор я сижу на антибиотиках сначала я пропила цификсим сейчас я пью амоксицелин потому что у меня непроходящий атит бронхит и я принесла тяжелейшую пневмонию если бы не цификсим который я пила 14 дней я пропила цификсим и все это время до этого и после сейчас я пью амоксицелин у меня все усугубилось от контакта с больными которые были с кашлями с насморком и все прочее каждый человек по-своему реагирует на болезни но поймите что если воздушно-капельным путем переносится зараза то она переносится это серьезно она переносится через рукопожатие через секс через поцелуи через просто тактильные дотрагивания до поверхности чего-либо до стола до стула до унитаза до раковины до крана до чего угодно поэтому обрабатывайте все поверхности до и после и во время в свои руки и не трогайте свое лицо вообще конечно на самом деле это очень страшно и конечно найдутся умники которые скажут не же зайдите в панику на все эти хаос но вообще мы движемся в мире где фантастика становится слишком быстро реальностью и это реально посмотрите сериал черное зеркало как развивается событие сейчас и казалось бы вот несколько лет назад начался этот сериал там его снимали сейчас уже многие вещи из этого сериала становятся реальностью вообще человек так устроен что все фантастические вещи люди стараются сделать реальными если вы проследите то увидите явную цепочку событий которые прямо взяты из фантастических книг фантастических фильмов и сериалов все это связано с тем что коллективное сознательное очень развитое и все очень связаны и мы стараемся превзойти сами себя мы делаем что-то что в нашей голове как бы нам кажется прикольным классным клевым визуализируем и материализуем в этой реальности таких людей достаточно много создателей которые повернуты на какой-то идее и они его платят любыми путями это это все бизнес это все эффект власти создателя то есть ты кайф лучше того что создаешь что-то крутое и когда человек владеет какая-то идея не хотят что-то в жизни его уже ничто не остановит и поэтому сейчас у нас есть роботы сейчас будет искусственный интеллект и все прочее с этим связаны и мы придем к тому что мы будем бороться с роботами с чипированием всем прочим короче вот этим тотальным информационным контролем и всем прочим очень много побочек от всех этих создательств происходит мы видим в жизни поэтому не нужно слишком просто относиться конечно не нужно порой слишком серьезно относиться так нужно и вообще глубок депрессию идти такие вещи они не происходит тоже просто так потому что все должны посетить дома и подумать над своей жизнью к чему мы идем потому что когда какие-то события случаются то это говорит нам много то есть либо человечество в целом должно изменить вектор своего развития либо что-то должно исчезнуть из нашей жизни и скорее всего что-то к этому идет ну и что-то я не буду сейчас говорить просто чтобы все это не форсировать события и не нагнетать но явно что-то уходит из нашей жизни и что-то явно не должны убрать из нашей жизни и кто-то явно тоже хочет кого-то убрать что-то убрать каких-то конкурентов все прочее это понятно но дело в том что действительно страдают все это какой-то коллективный суицид и все прочее но не хочется жить в мире апокалипсис подумайте насколько жизнь каждого человека цена и важна и не нужно так разбрасываться ой всего-то там сто тысяч ой всего-то несколько тысяч ой всего-то сотни человек погибло на самом деле уже тысячи тысячи и сотни тысяч погибших и пострадавших не нужно так легко относиться это могут быть ваши близкие люди вы же не хотите чтобы так было поэтому делайте все что говорят вам умные люди и не слушайте тех кто говорят ой похуй похуй на все мы тут путешествуем мы тут в Азии тут всем похер мы тут здесь вот я знаю за арабские страны как закрыты у нас здесь города как закрыты страны и как люди не могут попасть на работу даже если хотят и есть больные заразившиеся уж как там лечат у каждого своя методика антибиотика и мало хорошего я снимаю уже несколько месяцев антибиотиков и это страшно потому что твоя печень и почка тебе спасибо за это не скажу 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 что очень страшно жить в каком-то вожившей материальной действительности чьей-то больной фантазии фантазии футуриста который решил выплатить какие-то фильмы об апокалипсисе или о возможной футуристичной реальности сейчас действительности и самый худший сценарий реализоваться и это вообще не айс и вообще задумайтесь о том что нужно сделать максимально возможное чтобы это не допустить от каждого буквально от каждого человека зависит все на этой планете вы все знаете о том что помните старый фильм о бабочке от одной раздавленной бабочки изменилась целая реальность поэтому это не просто так включите мозги философские преимышления и адекватность здравый смысл заговоры в жизни есть но это не тот случай сейчас будьте здоровый конечно будет дико и смешно целочка если все человечество действительно сейчас умирает и останутся все наши влоги сторис и посты в инстаграме и в том как каким-то образом превратится опять жизнь на планете или останется несколько выживших людей и будете совсем это вам прожить взаимно строить мир или вообще вымерть все наши цивилизации нахуй которые есть и потом привык твои руки и будете гнуть для того что все любят зародяться и всего этого какие-то раскатывать все просматривать все это логи потому что то есть как делать но в данном случае действительно нужно осознать что мы творим истории и мы то самое все с этой историей мечтаем про древний рим древнюю мурецию средневековую а средневековую вообще говорят что это придумали что не было никогда средневековья что целую эпоху придумали и спецфицировали но вообще все что угодно можно спецфицировать особенно с тадой позорства и фантазии и птили и птили и птили и птили поэтому конечно очень интересно у нас такой тональный многоуровневый древ жизни который называем жизнь это плев если я не буду показать остальные мои любимые фразы и спасли вообще многие люди живут как во сне и некоторые вообще с легкостью могут перепутать с вам с явью это конечно забавно но я просто уверена что ничто не случается просто так это так и есть я вообще гора всех сферах жизни поэтому нужно сделать наш спаситель и очень хорошо все так успокоится надумая о вирусе какие-то такие интересные песни это конечно благодать наш кович выхочевая для того чтобы творить это хайп и вообще все что только можно думаю про то как это выгодно экономически и действительно подумайте об обнулении то есть нужно закрыть старые долги всем нам известно страна с гугл долларами внешнего долга с ничем не обеспеченной валютой сейчас в мае грядет халвинг поэтому очень интересно конечно обрушить экономику до этого и посмотрим что и как будет после халвинга но мы помним предыдущие года как взлетел курс как я уже писала в инстаграме про россию например каждые шесть лет происходит какой-то глобальный кризис экономический кризис с можно четко провести аналогию цепочку событий которые происшествуют и что происходит вообще сейчас короче прикол в чем чтобы выйти на новый уровень всегда нужно пойти с терпеть боль страдания великую бездну дно депрессии что-либо это касается любовных отношений это касается роста человека саморазвитие это касается экономики после великой депрессии всегда идет великий level up и как мы видим все человечество в целом заигралось в супер гипер потребление в бесконечную гонку производства смотря как посмотреть на все это кем этот вирус организован теми людьми кого привыкли хаять одни или другими людьми которые привыкли хаять другие люди поэтому тут много версий но в то что экономический мир не будет прежним и здесь идет дело об обновлении экономики чтобы там кому-то простили кредиты кому-то там все что-то не выполнить там долговые обязательства в связи с кризисом в связи там с тем с тем с тем это и есть это имеет место быть и в связи в связи с тем в связи с тем в связи с тем с тем в связи с тем наркомания такая жесткая является тем методом очищения планеты искусственным отбором также и вирус уносит тех кто не верит в него или тех кто считает что это все фейк и хайп и заговоры и все прочее ну и также он нанесет и слабых и бедных и не всех конечно в принципе никто конечно нормальный человек другого не желает это слабое дело в том что кажется если адекватно на это посмотреть что все имеет свои причины и смотря конечно кто это придумал все оно просто насчет денег нужно придумывать гораздо больше источников дохода чем есть сейчас нужно придумывать новые методы хранения денег инвестирования новые методы вообще в принципе всего и это переход на новый уровень но нужно противостоять тотальному контролю нужно противостоять многим вообще вещам в этой жизни если так скажем вы пусть из головы то срастите в голове все факторы просто зачем все это произносить вслух но также можно посмотреть на историю что когда цивилизация или страна процветала всегда найдется тот кто ее хочет уничтожить и мы можем далеко не ходить назад мы видим определенные группировки определенных людей с определенным с определенным взглядом на эту жизнь которые стараются уничтожить определенные страны которые были на коне у которых было все а потом они остались ни с чем просто все разрушены основания эти люди страдают от голода войны и живут в страхе и разрухе потому что потому что кто-то пришел и решил поиметь их ресурсы и кому-то не нравилась конкуренция например когда-то арабские страны были единым государством и между ними не было границ и кому-то очень типа умному было выгодно чтобы эти страны стали отделены друг от друга они решили сеять зло между мусульманами чтобы суньи ненавидели шея шея ненавидели суньи чтобы была борьба за ресурсы за превосходство то есть одни ненавидели других потому что те превосходят других что будто бы одна страна арабская круче другой и определенные люди стали делать эту войну реальной придумали спецпроект я думаю вы знаете как называется чтобы запугать всех чтобы держать всех страхи и чтобы контролировать нефть контролировать территории продавать оружие чтобы держать других людей в страхе говорят что вирус проникает через глаза и это действительно так СМИ полностью простит татуированные СМИ полностью согласны таким структурам которые сеют хаос и сеют дезинформацию чтобы говорить о том что вот такие-то люди плохие они существуют и они там убивают людей на самом деле эти самые люди они призваны для того чтобы держать население страхи и просто перегонять нефть из одной стороны в другую в ту страну в которой все это организовывает чтобы за бесценок разграбить эти страны чтобы убить лидеров этих стран которые хотят сделать нормальные условия для жителей этих стран хотели когда-то потом они были разорваны части убиты и как вообще в принципе влиять на людей нужно их разобщить и вот это самое сейчас казалось бы сплоченность людей в интернете ее тоже стараются разобщить с тем что одни стараются ну как бы превосходить над другими там то есть то есть это сплоченность в интернете она длилась недолго совершенно сначала я помню времена когда я только начала пользоваться соцсетями и я не понимала как это зачем это скрывать друзей друг от друга зачем скрывать фотографии если ты выкладываешь в сеть какие-то вещи почему их не могут видеть все или почему ты скрываешь друзей друг от друга почему ты скрываешь лица имена каких-то старших своих друзей я видела как они ведут себя в соцсетях потом в последствии жизни но я еще была в тот момент маленькая и головы то есть я о чем то что жизнь показывает совершенно другую реальность в итоге не ту которая у нас в голове есть да казалось бы интернет должен сплотить людей мир должен двигаться к максимальному счастью комфорту и супер лакшери для всех нет нифига потому что люди не равны и некоторые ровнее других и это так и есть и в принципе это норма потому что одни сидят на жопу ничего не делают другие что-то постоянно делают вот и все дело в чем что интернет сейчас тоже не является местом обобщения но когда происходят такие вирусы нужно понять что мы коллективно все связаны но одновременно нам нужно самоизолироваться каждому человеку быть собой и понять подумать о всех своих косяках о мире в целом и в принципе те люди которые стараются разрушить человеческую общность человеческую комьюнити ради нефти и власти ради бабла они тоже должны пересмотреть свою политику но это не точно что они пересмотрят потому что здесь идет гонка за такими деньгами которые не снились даже бизнесменам вот и все короче ждем обновления и нужно будет учиться жить в новом мире нужно быть очень пластичным и очень быстро реагировать на изменения потому что промедление смене не ко всему кстати и он маск конечно классно замутил на этот переезд на марш но оно закончится только дай бог оно закончится в 2050 году поэтому вообще он ходит и сквозь и не плачет бедный человек очень боится что он врет к тому времени пока все это делают дело в том что нам можно настолько корпорации настолько засрали свое производство массово в нашу планету что уже мы готовы поэтому такие вирусы потопы отчасти существуют если верить в то что эта земля сам очищается а не нужна ей то да если вспомнить особенно что смог над Китаем ушел очистилась вода в Италии и Венеции короче вообще какие то чудеса происходит чистая вода чистое небо сейчас новые дыры затянутся вообще приставят в Москве приставить будет холодно наладится климат короче там все будет 2000 коронавирус дело в том что смотря как к этой проблеме вообще подойти с какой стороны кто это сделал и зачем но будьте уверены что каждый человек и каждой группировке которая к этому причастна есть своя глубокая философская причина которую он продвигает массу тюля это а да это что так это не